МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сейчас обстоят дела в территории и вообще как идет подготовка? Ну, вы знаете, подготовка к зиме – это настолько сложный и многогранный процесс, что, конечно, какие-то задачи новые появляются уже в процессе работы. Какие-то узкие места, как мы говорим, возникают иногда в процессе даже проведения ремонтов. Поэтому штаб работает весь летний период и еженедельно рассматривает такие ситуации. Ну, и сейчас раз в две недели я провожу селекторные совещания. Вот на следующей неделе будет очередной селектор, и я подведу итоги. Действительно, вот предыдущее селекторное совещание, оно выявило некоторые проблемы в ряде районов, и были выделены дополнительные средства. Мы расходуем только вот на такие ситуации, именно связанные с подготовкой котельных, подготовкой, коммуникацией, тратим около 400 миллионов рублей только краевых бюджетных средств, плюс средства муниципалитетов, плюс средства ресурсоснабжающих организаций, которые заложены в инвестиционную программу. В целом, я думаю, что подготовка в этом году будет выше, чем в предыдущие годы. И раньше объекты получат паспорта готовности, вот буквально сегодня на аппаратном совещании глава города Красноярска говорил, что 75% жилых домов уже получили паспорта готовности, и до 1 сентября этот процесс в основном будет завершен. Созданы необходимые запасы топлива. В среду я вечером проведу совещание по завершению уже северного навигационного завоза, как мы завозим топливо, энергоресурсы, горючее на нашей северной территории, где нет дорог и где мы используем речную и морскую навигацию. В общем, это всегда вопросы. Ну, я к этому так привык, что я всегда этому уделяю, может быть, несколько повышенное внимание. Мне иногда говорят, что вроде, ну, кстати, все по плану идет. Это больше задач муниципальных образований. Но все-таки в Сибири настолько длинная и холодная зима, что здесь никакие сбои не могут быть нечувствительными. Поэтому тут уж готовишься так, чтобы был запас прочности. На этой же неделе, вероятнее всего, тут проведу специальное совещание по готовности сетевого хозяйства МРСК Сибири, потому что тут есть у нас перегруженные подстанции, есть у нас до конца года еще большой ввод жилья. Поэтому, чтобы тоже не допустить перегрузку, чтобы не снизить надежность работы подстанции, электрических сетей, тоже нужно посмотреть, какие инвестиционные еще задачи нужно решить. Ну, вот до середины сентября примерно мы начинаем отопительный сезон, где-то с 10 сентября. Это здесь, в центральной, в южной части, на северах, значительно раньше. И там готовность уже на полное была и неделю назад. Поэтому здесь особых беспокойств у меня нет. Но настолько это ответственная и важная программа, что контроль за этим будет осуществляться постоянно. Мы неоднократно с вами обсуждали, что перед краем сейчас стоит очень серьезная задача. В ближайшие годы существенно увеличить доходную часть бюджета. Но вот есть небольшие опасения с тем, что в бюджете края сложилась такая серьезная недоимка по налогам. Почти 6 миллиардов рублей. Я знаю, что на одном из совещаний, посещаемых этого вопроса, вы достаточно жестко высказывались. Как вы считаете, какие все-таки шаги необходимо предпринять для решения этой проблемы? Ну, вы знаете, сказать, что это очень острая проблема, не могу. На самом деле, это многолетняя накопленная задолженность. Она примерно две трети относится к предприятиям, которые уже не функционируют. То есть они в каких-то периодах времени, кто-то 2-3 года, 5 лет назад проходил процедуру банкротства. И еще не завершены некоторые процедуры, чтобы исключить эту, как мы говорим, безнадежную задолженность из реестра. Поэтому на самом деле такая актуальная, как мы говорим, задолженность, она составляет около двух. Может быть, двух с небольших миллиардов рублей. Напомню, что у нас собственные доходы бюджета края – это почти 170 миллиардов рублей. Ну, согласитесь, там 1 процент накопленный за много лет. Это не эффект этого года. Это не ставит под сомнение эффективность работы налоговых органов, в общем-то, достаточно хорошую налоговую дисциплину со стороны налогоплательщиков. Но, тем не менее, мелочей в этом процессе не бывает. Если где-то успокоиться и снять внимание, снять напряжение, то получим действительно большую задолженность, как некоторые регионы сейчас с трудом преодолевают это. Поэтому есть системные задачи. Первое – мы сейчас обращаем особое внимание на собираемость подоходного налога. Это зарплатный налог. Это на самом деле, когда работодатели, предприятия не уплачивают современный подоходный налог, они не только нарушают налоговую дисциплину, они допускают злоупотребление по отношению к средствам своих работников. Работники им доверили перечислять этот налог, они его не государству перечислили, а государству это необходимо для того, чтобы были дороги, были коммуникации, ремонтировались школы, больницы, поликлиники, чтобы люди имели среду жизнедеятельности. Поэтому каждый гражданин, он заинтересован в том, чтобы его налоги поступали на эти цели, они оседали на счетах у самих предприятий, у самих организаций. Поэтому здесь, хоть и небольшие задолженности, но все равно я в разных районах сталкивался с такими ситуациями, что, ну, вроде бы, там, ну, немножко задержим перечисление. Нельзя ни подоходного налога, ни пенсионных платежей, ни медицинской страховки, это, так называемый, социальный налог, который должен безукоризненно, точно в срок зачисляться соответствующим фондам и бюджету края. Второе, у нас есть системная проблема, и сейчас мы смотрим, как ее лучше решать. Есть достаточно чувствительная задолженность граждан по транспортному налогу. То есть каждый автовладелец, их много, почти в каждой семье есть автомобили, автовладельцы, и там есть задолженность достаточно чувствительная по уплате, так называемого, транспортного налога. Здесь тоже есть, почему я говорю, системная проблема. Это не только за счет, там, недисциплинированности или безответственности граждан, это и проблема уведомления. Этот налог уплачивается по уведомлению, а часто органы, регистрирующие транспортные средства, они не очень точно представляют адрес нахождения плательщика, поэтому кто-то не получил это уведомление. Но здесь, пользуясь случаем, я обращаюсь к нашим землякам, к нашим гражданам. Если видите, что не приходят уведомления, поинтересуйтесь. И это тоже очень важно, потому что хоть иногда так автовладельцы, водители, когда в сердцах говорят, вот вроде платим, а дороги все равно бывают плохие. Ну, на самом деле сбор этого налога составляет в год около полутора миллиардов рублей, а тратим мы на дороги примерно 12-13 миллиардов. То есть вот полтора миллиарда собрали, а 12 миллиардов заплатили, все равно сюда уходят средства из других источников, иначе это невозможно поддерживать дороги. И все-таки мы, несмотря на то, что было очень сильное старение дорожных покрытий, дорожного полотна, тем не менее мы в последние годы наращиваем эти объемы, и путем ремонта, помните, тогда миллиард муниципальным внутригородским дорогам, сейчас уже полтора миллиарда почти на эти цели, строятся новые развязки, новые мостовые. По-хорошему нам нужно 25 миллиардов, чтобы содержать и ремонтировать дороги по норме, нужно еще дополнительно более 10 миллиардов рублей привлекать в дорожный так называемый фонд. Мы это намечаем сделать в течение ряда лет, сейчас будет увеличена поддержка федерального бюджета на эти цели, и есть специальное поручение главы государства. Поэтому здесь тоже нам хотелось бы, чтобы собираемость была выше. А так, в принципе, я как раз должен поблагодарить и наши крупные компании, и малый, и средний бизнес. В принципе, налоговая дисциплина в крае имеет достаточно хороший уровень, и меньше сейчас становится нерегулируемой, или, как мы говорим, теневой экономики. Она есть еще, и она заметна, и мы тоже здесь принимаем меры, чтобы люди не в конвертах получали зарплаты, не из рук в руки, а был открыт и легальный процесс. Я даже делал поручение этим позаниматься в северных территориях, где у нас много лесозаготовок, где нанимаются люди, но не оформляется их трудовой договор. Эти люди от этого страдают, они ничем не защищены, они не только не получают пенсионных отчислений, но их просто можно в любой момент с ними разорвать отношения, и попробуй где-то докажешь в судах, что ты заработал эту зарплату. Поэтому я тут поручение давал и Главному управлению внутренних дел, и нашему новому министерству лесного хозяйства тоже будем здесь наводить максимально порядок. Это ответственность каждого гражданина, чтобы налоги поступали своевременно и в полном объеме. В образовании хочу поговорить, на прошлой неделе наш первый опорный вуз Край и Сибирский федеральный университет посетил заместитель министра образования России Александр Климов. Означает ли визит представителя, потом такого высокого представителя министерства, что федерация уделяет особое внимание научно-образовательной системе нашего края? Ну, конечно, это не вызывает у нас никаких сомнений. Во-первых, хочу напомнить нашим телезрителям, что Краснодарский край первым из регионов России получил право в свое время на федеральный университет, Сибирский федеральный университет был создан. И сейчас мы первыми получили право на создание опорного инженерно-технологического университета. Единственные, у кого есть два вуза, и опорные федеральные. Да, и фактически это позволило нам не просто упорядочить систему университетского образования, дает нам дополнительные ресурсы и федерального бюджета, и дополнительную ответственность накладывает на региональный бюджет. Мы тоже будем поддерживать развитие этих университетов. И работодатели, экономика относятся внимательнее к университетам, которые обладают таким статусом. Поэтому буквально, действительно, мы недавно рассматривали программу развития опорного университета, и вот буквально на прошлой неделе я был в федеральном университете, где рассматривал программу развития на ближайшие годы нашего основного, самого крупного вуза. И заместитель министра, он, во-первых, проводил заседание наблюдательного совета Сибирско-федерального университета, и тоже, вот заметьте, наблюдательных советов много, практически во всех университетах, и понятно, что должностных лиц высокого уровня не хватит на все университеты, их в стране больше тысячи. Но вот председателем наблюдательного совета Красноярского, Сибирского федерального университета избран Михаил Михайлович Катюков, руководитель федерального агентства по научным организациям. И это для нас очень важно, это была позиция края и университета, чтобы нам максимально обеспечить интеграцию наших университетов и нашего главного университета с академическими институтами федерального научного центра. И я уверен, что наблюдательный совет под руководством руководителя агентства, он как раз будет на особом контроле держать вот эти процессы интеграции. И у меня была встреча с Михаилом Михайловичем, и он очень тоже высоко отзывался о наших университетах, высоко оценивал планы их развития, высказывал слова благодарности за финансовую, бюджетную и организационную поддержку наших университетов. В общем, это для нас безусловный приоритет, и внимание федерального министерства, оно совершенно адекватно, и без этого мы вряд ли бы могли вот такие большие программы развития реализовывать. Но ведь в планах наших вузов это уже выходить не просто на российский уровень, а на мировой уровень. А вот здесь какие шаги мы от них ждем? Ну, во-первых, мы увеличиваем и должны будем дальше серьезно увеличить долю преподавателей из разных стран. У нас будут программы и стажировок, и программы дистанционных лекций и семинаров, и участие в ведущих мировых научных университетских центрах в учебном образовательном процессе будет более серьезное. У нас возрастет доля иностранных студентов. Это тоже важно, чтобы мы могли быть лучше известны в самых разных странах, чтобы мы могли увеличивать обмен и аспирантами, и магистрантами, и профессорами. Вот это очень точно намечено в конкретных показателях. Дальше мы ставим очень амбициозные, серьезные задачи повысить уровень публикации и цитируемости наших ученых, наших преподавателей в ведущих мировых журналах. Так сложилось, что сегодня информации настолько много, и можно информацию о своей работе размещать и в интернете, и в разных сборниках, но Мировое научное сообщество выработало очень немного таких специальных изданий, которые очень высоко ценятся, и публикации в них, цитируемость в них, ну, оно кардинально отличается от всего другого. И опять же, ну, раз на этом строится мировая конкурентоспособность, международные оценки конкурентоспособности, нужно быть к этому готовыми, нужно быть способными на то, чтобы наши исследования, наши работы, они были достоянием вот таких изданий, достоянием всего мира, потому что этими изданиями следит все научное сообщество в мире, и это очень важно, и мы сейчас хотим этот показатель очень серьезно обновить, серьезно изменить. Для этого университетом намечены, университетом и федеральным, и опорным, намечены приоритетные направления развития науки, и исследовательской работы, и вот в этих прорывных таких направлениях мы и намерены занимать вот такие ведущие позиции в мире, публиковать свои работы, участвовать в международных исследованиях, укреплять свою исследовательскую базу. И опять же, так как у нас в крае работают компании мирового уровня, ну, согласитесь, все главные наши производители, они мирового уровня, они известны во всем мире, они поставляют продукцию на все международные рынки, их акции котируются на мировых биржах, это касается и Норильского никеля, и Русала, и Роснефти, и Полюс Золота. Акционерами в Анкорнефти стали индийские компании. Понятно, что и университеты, которые проводят исследования в интересах компаний, и научные силы должны быть мирового уровня. И это тоже нам помогает больше привлекать в науку, в университетское образование средств компаний. Компании оснащают лаборатории, делают устойчивые заказы нашим университетам на разработку разных технологий. Это все, опять же, очень точно работает на ускоренное развитие региона, на повышение социальной привлекательности. Раз у нас мировые компании, раз у нас мирового уровня университеты, раз у нас известные научные достижения, разработки, известные в мире ученые, то, конечно, молодые люди и хотят здесь оставаться, учиться, работать, и хотят приехать к нам из других регионов. Это и есть те базовые стратегии, эти базовые условия, на которых формируется вся программа развития Красноярского края. На прошедшей неделе мы отметили праздник, один из праздников – День строителя. Но с Красноярским все понятно. Здесь много строек, здесь универсиада вносит свои положительные коррективы, здесь много крупных строительных компаний. А вот какова ситуация с возведением крупных объектов и жилья в территориях Красноярского края? Ну, конечно, не во всех городах и районах достаточно инвестиционная, строительная активность. Где-то нам предстоит еще очень серьезно добавить в развитие экономики, чтобы не только развивать социальную, коммунальную инфраструктуру и сферы, нужно иметь и рост экономического развития. Но сказать, что это развитие только происходит в Красноярске или вокруг Красноярска – неправильно. И как раз Красноярский край так устроен, что у нас много промышленно развитых городов, регионов. Ну, Норильский промышленный район, он настолько мощный, там столько инвестиций, там столько стройк, там столько новых производственных мощностей, что там это у нас, кроме, собственно, Норильска, металлургических комбинатов, огромная реконструкция на Надеждинском заводе в Норильске, у нас начинается промышленная добыча угля на Диксоне. Это уж самый северный район края, и там добывается уголь. В следующем году уже планируется 5 миллионов тонн металлургического антрацитного угля отправлять на экспорт прямо с Диксона. Строится два терминала погрузочных, чтобы грузить прямо на суда. Работает уже несколько карьеров, уже несколько сот специалистов, рабочих, новая техника. Ну, не узнать сейчас район Диксона, еще год назад, два года назад ничего этого не было. Две компании начинают активную разработку нефтяных месторождений в Хаттанге. И Роснефть, и Лукойл получили лицензии, и сейчас даже в своеобразном соревновании быстро доставляются в Хаттангу оборудование. Приехали геологи, приехали бурильщики. Сейчас уже будет геолого-разведочные скважины устанавливаться, и тоже через несколько лет промышленная добыча черного золота. Тоже в таком месте, где никогда производства не было. И это очень далеко от Красноярска. Я как раз вот на прошлой неделе был в Ачинске и в Канске. Это два больших города, один на западе, другой на востоке. Края города со статысячным населением. И в Ачинске есть новые производства, целый ряд новых производств. И в Канске сегодня растут несколько предприятий, а в перспективе очень большие мощности будут вводиться по лесопереработке. И Канск вообще становится таким опорным городом для развития северо-востока, края. Ну и, конечно, везде есть социальное строительство. Вот все-таки в Норильске перинатальный центр строится. В Ачинске перинатальный центр сдается в этом году. Это огромный объект. Это уникальные медицинские технологии. Это особая культура диагностики, сопровождение беременных женщин, выхаживание детей, родившихся с малым весом. Мы вот, введя в Красноярске перинатальный центр три года назад, мы уже изменили очень серьезно показатели материнской, младенческой смертности. Они стали намного ниже среднероссийских, ну, такого, на мировом, как мы сегодня говорим, с вами уровне. Так вот, в Ачинске и в Норильске будет такая же система сформирована. У нас строится жилье. Вот тоже я в Ачинске смотрел. Там в этом году мы сдаем, по-моему, 320 новых квартир, 4 новых дома больших для расселения граждан из ветхих аварийных домов. И вообще там программа большая, переселение, там, расселение будет произведено на 23 тысячах квадратных метров. 23 тысячи квадратных метров мы сносим и переселяем людей в новое жилье. По-моему, это более 700 квартир мы построим новых. И программу эту будем продолжать. То же самое видел в Канске. Потом еще я недавно так был на стройке, сомневался, что город быстро построит. Девятиэтажный большой дом построено. И тоже идет активная программа переселения в городе. Построена специальная там пристройка в школе. Сейчас будет начато строительство новой школы, обновленной школы. Заметные изменения, которые происходят в благоустройстве этих городов. Тут дороги построили, тут какие-то новые элементы благоустройства. В Канске даже заходят уже в малые внутриквартальные проезды. Правда, я сделал замечание. Вот сегодня буквально на аппаратном совещании сделал поручение министру транспорта со следующего года уже запускать программу не только капитального ремонта, реконструкции и строительства новых дорог внутри границ муниципалитетов, но и специально разработать программу строительства тротуаров. Потому что по привычке, по старинке, знаете, в малых городах дорогу построили, а ходи по обочине там где-то. Это неправильно. Поэтому тротуары будут тоже, кстати, об этом говорили с жителями Каннска. И они на это обращают внимание. Будем это делать. У нас новые детские сады. Вот я до сих пор с впечатлениями. Я где-то, наверное, около месяца назад был в Уяре. Даже в неделе три. Ну, такой детский сад с такой территорией. Спортивная площадка, целое футбольное поле. Ну, таких детских садов никогда не видел ни в каких городах и районах. Тоже там новые жилые дома в Уяре смотрел. Они построены тоже под переселение для детей-сирот. И тоже я видел, насколько были удивлены и в восторге люди, которые жили в очень тяжелых, плохих условиях и получают сейчас современные, в хорошем месте, хорошо обставленные, благоустроенные квартиры. Есть целый ряд еще социальных, коммунальных объектов. Новые котельные, новые коммуникации, новые водопроводы. Это огромные программы развития, которые присутствуют во всех практически городах и районах. Но все равно этого мало для решения тех задач, которые мы ставим. Вот почему прирост бюджета в ближайшие годы, он будет главным образом нацелен на рост инвестиционного бюджета, на рост бюджета развития, на увеличение ассигнований во все-все сферы. Ну и не могу не сказать два слова о красноярских стройках. Вы правильно сказали, что, конечно, подготовка к универсиаде очень серьезно обновляет краевую столицу, краевой центр. Но так совпало, у тебя буквально в воскресенье, в день строителя, кстати, в день профессионального праздника я объезжал стройки универсиады, четыре площадки я посещал, и два ледовых дворца спорта, и академию биатлона, и стадион «Локомотив», который вроде у нас никак не фигурирует в стройках универсиады, и мы его реконструируем для того, чтобы построить крытые стадионы для хоккея с мячом на месте существующего стадиона, но чтобы детская школа и команда мастеров в хороших условиях играла, мы решили вот на время строительства перевести их на «Локомотив», но фактически строим новый стадион, новый объект. Будет построено две новых фактически больницы, огромный корпус в больнице скорой медицинской помощи, он уже сейчас уже виден, он уже под крышей, и в следующем году мы его будем сдавать, это будет корпус для самых современных медицинских технологий, там будет операционный, там будет реанимационное отделение, приемный покой, это будет, ну, 14 тысяч квадратных метров очень современных медицинских площадей. Завершаем проектирование, находимся сейчас в экспертизе по уникальному, ну, новой фактически, новой больнице в Краевой клинической, 50 тысяч квадратных метров, это почти как существующая мощность, тоже для всех современных целей будет построен этот корпус. Тоже, думаю, что в начале 2018 года мы получим новый аэропорт с новым пероном, с новыми телетрапами, уже не надо будет из теплых краев так мерзнуть, выходить в наш сибирский холод, это будет удобно, это будет комфортно, я уверен, что таких терминалов от Урала до Океана не будет, и тоже строители очень качественно, в графике, в срок работают, и, в принципе, вот у меня очень много слов благодарности, признания строителям края. Все это строят наши строители, они внесут такой вклад, что вот эта социальная привлекательность будет повышаться очень быстро, очень серьезно, потому что городская среда и инфраструктура многих территорий края, она будет очень серьезно обновляться. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам и желаю всем нашим тележитетам всего самого-самого доброго. Мы беседуем с гулятором Краснодарского края Виктором Толоконским. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!